Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости нашего канала. Сегодня речь пойдет о самодельном тесте для ловли на корейскую оснастку. В этой оснастке антенка поплавка огружена не тестом, как в хиробуне, а подпаском. Чаще всего роль подпаска выполняет небольшой вертлюжок. К вертлюжку в свою очередь крепится два коротких поводка из плетенки с крючками. Для ловли с корейской оснасткой весьма выгодно использовать так называемое вспухающее тесто. Я пробовал делать вспухающее тесто с полиакрилатом натрия. Все хорошо, но тесто получалось слишком уж скользким и как бы химичным. Кроме того, было заметно, что рыбе тесто с полиакрилатом натрия нравится гораздо меньше, чем без него. Поэтому захотелось решить эту задачку с использованием более натуральных компонентов. Поиск таких компонентов занял довольно большое время. Не вдываясь в подробности, скажу, что я многое пробовал, но наиболее мне понравился псиллиум. Это шелуха семян подорожника, то есть клетчатка. Особенность именно этой клетчатки в том, что она водорастворимая. Однако самое главное в том, что одна часть псиллиума способна впитать до 45 частей воды. Всех, кто изготавливает тесто для хиробуны, знают, что самодельные рецепты требуют воды чуть не в два раза меньше, чем фирменные, которые естественно держатся в секрете. Так вот, добавление даже незначительного количества псиллиума в хиробуновое тесто делает его более качественным, подсушивает и убирает излишнюю водянистость. Однако псиллиум заставляет тесто, погруженное в воду, еще и вспухать. Я провел много экспериментов с разными видами теста и с добавлением псиллиума. Сейчас вы увидите именно тот рецепт вспухающего теста, который отлично проявил себя на рыбалках. Естественно, я покажу и как делать это тесто и как оно работает в воде. Чтобы точно отмерять все ингредиенты теста, очень удобно пользоваться специальными пекарскими мерными ложечками. Есть большие и малые наборы таких ложечек. Вспухающее тесто я делаю на основе своего хиробунового теста. Его состав такой. В мисочку засыпаю 6 ложек своей смеси для теста. Теперь в дело идет 3 ложечки псиллиума. Глютена достаточно добавить всего 1 ложечку. Перемешиваю. Теперь добавляю 8 ложек воды. Опять перемешиваю и жду около 3 минут. Собираю все тесто в один комок и лишь слегка обжимаю его. Аккуратно формирую два колобка. Опускаю корейскую оснастку в воду. Время пошло. Тесто сейчас весьма нежное, но такой консистенции, чтобы не слетало на забросе. В данном случае я совершенно не мял тесто и формировал колобки на крючках без сильного обжима. В результате внутри колобков остается воздух, который значительно влияет и ускоряет вспухание теста на крючках. Псиллиум начинает сильно пить воду и это прямо на глазах увеличивает колобок в размерах. Причем самое интересное, что глютеновая сетка внутри колобков с одной стороны мешает быстрому вспуханию теста, но с другой стороны очень хорошо армирует колобки. Тесто не просто увеличивается в размерах и осыпается на дно, а держит форму. То есть колобок увеличивается в размерах, но остается примерно той же формы. При этом хорошо видно, что крючок, как и раньше, находится примерно в середине колобков. По мере вспухания тесто становится все более и более нежным, но при этом продолжает надежно удерживать крючки. Если бы в данный момент тесто висело в толще воды, то оно начало бы сваливаться с крючка. В данном случае тесто, несмотря на свою нежность, отлично фиксирует крючок в центре колобков. Не стоит бояться, что рыба съест тесто и проигнорирует крючок. На самом деле рыба пылесосит корм и всасывает его в пасть с током воды. Глютеновая сетка сейчас нежная, но ее силы хватает удерживать крючок внутри колобков. Если сейчас вытащить оснастку из воды, то окажется, что крючки голые, без теста. Однако при ловле на корейскую оснастку, даже с использованием достаточно нежного теста с глютеном, естественно, можно делать перебросы не ранее, чем через 20 минут. При этом вполне можно быть уверенным, что если поклевок не было, то и сейчас тесто на дне и продолжает удерживать крючок. К слову говоря, вспухающее тесто становится не только очень нежным, удобным рыбе для кормления, но также у него значительно увеличивается и площадь поверхности. Соответственно, все ароматические добавки в тесто более интенсивно вымываются из него и привлекают карасей с большого расстояния. Прошло уже почти 3 минуты. Можно ждать и дальше, но для наглядности покажу, насколько нежное сейчас тесто при помощи деревянной палочки. После нажатия на комочки, один крючок так и продолжает оставаться внутри теста, а другой все-таки выскочил. Можно доставать оснастку. Тесто при этом, естественно, свалится с крючка. А сейчас посмотрим, как будет вести себя тесто, если его несколько раз помять в руках и чуть сильнее обжать на крючках. Опускаем колобки в воду и засекаем время. При обжатии из теста, естественно, выдавливается воздух. Кроме того, активизируются склеивающие свойства глютена. Само тесто получается уже не воздушным, легким, а как бы пластилиновым. Кажется, что такое тесто и нужно в первую очередь использовать для ловли, так как оно очень хорошо держится на крючках. Однако это обманчивое впечатление. В результате обжатия доступ воды внутрь комочков значительно замедляется. Тесто начинает вспухать уже значительно медленнее. Тем не менее, оно вспухает и постепенно размягчается. Кроме того, заметно, что величина вспухания все-таки ниже, чем в случае с не сильно обжатыми колобками теста. Данный эксперимент показывает, насколько важна механика теста во время ловли. Даже такой, вроде бы, маленький момент, как сила обжатия колобков на крючках, значительно влияет на работу теста под водой. С другой стороны, меняя силу обжатия теста на крючках, мы можем подстраиваться под активность рыбы. Если рыба клюет быстро, буквально в течение 1-3 минут после заброса, то тесто обжимать не стоит. Если же рыба более пассивна, ее в точке ловли мало и поклевки происходят примерно через 3-6 минут, то такое тесто уже стоит слегка обжимать. Если же поклевки весьма редкие, то основной комок теста стоит помять до достижения более пластилинового состояния. В этом случае уже можно между перезабросами делать паузу в 20 и даже 30 минут. Поэтому перед тем, как начать превращать отличное, вспухающее воздушное тесто в пластилиновое, всегда стоит немного подумать. На данный момент прошло уже около 6 минут. Проверяю тесто палочкой. Комки все еще достаточно плотные и излишне активно держатся на крючках. До хорошего размягчения еще нужно ждать минуты 3-4. Все ясно, с жесткими колобками обычно и поклевок рыбы меньше и удачно подсекать карасей будет сложнее. Поэтому еще раз повторю мысль о том, что обжимать вспухающее тесто нужно очень деликатно и при этом четко представляя, к каким последствиям это может привести. В заключение, еще раз на ускоренной съемке посмотрите, как работает слабо обжатое вспухающее тесто с добавлением водорастворимой клетчатки псиллиум. До новых встреч друзья! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok